Сегодня мы поговорим об анамнезе, которую я собираю в моем офисе, для того, чтобы определить, какой риск фактор у пациента, как пройдет мое лечение, что может произойти. То есть я хочу быть in control в общем моем лечении, которое я буду производить на этом пациенте. Как вы видите, что у нас есть риск ассессмент, где относятся три фактора. Это нижняя, средняя и high risk. И мы делим на четыре группы обследования, которые мы проводим в офисе. Это передонтальная, biomechanicals, где мы используем кариес, что происходит с зубами. Другой функциональный, как вы видите, здесь различная диагностика заболеваний каждого, каждой окклюзии. И последующие мы потом проводим эстетическую косметику по лицу. Как я вам говорил раньше, что мы делаем 10 этапов определения правильного положения зубов. Видите, первый из них четыре. Это положение верхних резцов к лицу. Второе положение задних верхних зубов к лицу. Нижних передних зубов к лицу. И задних зубов к лицу на нижней челюсти. Дальше мы потом определяем положение зубов между челюстями. либдинамику, скалп, тищу. Все это, и когда мы делаем полностью вывод, мы, конечно, должны учитывать и что пациент хочет. И когда мы собираем полностью диагноз, мы можем дать характеристику, что возможно сделать для данного пациента по, конечно, по пациенту желанию. Другой, я хочу тоже определить здесь маленькое внимание, на те фотографии, которые мы снимаем в нашем офисе. Опять же, когда пациент приходит, если мы делаем какую-то полную реабилитацию, первая картинка, которую мы снимаем, это картинка называется Repose. То есть, Repose, когда пациент говорит Emma, расслабляет свои губы, вы видите, что мышцы рта полностью свободны. И мы видим положение резцов, режущего края резцов. То есть, эта картинка показывает нам по... Конечно, мы должны относиться к возрасту пациента. Где положение зубов к данному возрасту человека находится, правильно ли они к лицу или нет. Все то, что я говорю, вы делаете даже, когда вы делаете постановку верхней челюсти на беззубы, на беззубу пациента. И мы ставим передние зубы верхней челюсти. Почему? Потому что это более имеет точку отсчета, и мы знаем, как она относится к лицу. Много вопросов есть. Что же есть от точки отсчета для данных пациентов? Это передние зубы, рисы или клыки? По данной статистике, по последней статистике, показывается, что клыки являются на самом более выгодном положении. Потому что они все находятся в том положении, где должна быть каемочка губы. Конечно, от этого положения может быть погрешности плюс один и минус один. А она бывает больше, иногда меньше. Но давайте поговорим, почему именно клыки являются точкой отсчета. Потому что даже при онемении пациента, эта же точка отсчета остается на том же месте. И она является более постоянной. Другое то, что отношение клыков к челюсти, если же у вас плюс 3, то есть клыки каспы выходят плюс 3 мм, можно тоже понять, что это проблема челюстная, не зубная. Так, и в данном случае, что ортонтия может не помочь, а нужна будет сделаться полностью хирургия на челюсть, для того, чтобы исправить положение, опять же, зубов. То есть, вот эта маленькая характеристика, опять же, показывает, на что нужно обращать внимание на это pictures, которое мы берем. Другое то, что мы также смотрим у этой пациентки, что midline находится немножко off, по сравнению с midline, которое находится на лице. Поэтому мы тоже должны учитывать это при определении лечения, возможно ли это сделать с простатическим путем, или пациенту нужно будет делать ротонтию, или другие лечения, для того, чтобы исправить midline. Мы также видим стираемость зубов на нижней челюсти. И вы видите, что боль стираемости находится на ее левой стороне, чем на правой стороне. И мы тоже должны это учитывать при протезировании, чтобы это не происходило. Мы знаем по статистике, что эмаль уходит, или зубная структура уходит 1 мм в 100 лет. Поэтому, если вы видите, что женщина молодая, а стираемость больше, чем миллиметр, это называется немножко патологическое. Поэтому мы должны учитывать, в чем причина до того, как мы начнем восстанавливать зубы. Другая картинка говорит, что полностью смайл, когда пациент хорошо улыбается и говорит слово «и». Это показывает, что положение десны, опять же, по отношению к лицу. Опять же, мы должны же учитывать то же самое и движение губы. Губа должна двигаться от 6 до 8 мм. И поэтому, если же она хоперактивная, тогда нам нужно будет использовать медикамент для того, чтобы парализует мышцу, для того, чтобы она не открывала так сильное десну. И надо давать людей, которые не двигается губа. Поэтому тоже должны учитывать, когда мы делаем косметическую работу. В этом же положении мы тоже должны учитывать и расстояние, длину и ширину передних зубов. Значит, передние лицы должны быть от 8 до 11 мм, иногда может быть 12 мм. Поэтому в зависимости от того, какое расстояние зубов, где находится десна, возможно ли нам делать джиндживектомии для того, чтобы открыть немножко шейки зубов, нужно ли это или нет. Поэтому мы должны тоже учитывать и биологию. Откроем ли мы шейки зубов, то у пациента будет чувствительность, если больше воздвигать кариеса или рук корнял. Поэтому, учитывая все это, мы должны тоже поставить план лечения. Посмотрев, опять же, на полусы рта, мы видим, что у пациентки поломан фарфор с двух сторон. Почему это происходит? И почему эти зубы немножко отклонены от оси, от чем другие зубы? Почему этот латеральный резец немножко короче по сравнению с этим резцом? Поэтому же, опять же, мы должны учитывать так, что когда мы будем менять протез на другую конструкцию, чтобы это не происходило то же самое, и устранять причину, а не просто морфологию данной конструкции. Дальше вы видите, что после того, как мы определили положение зубов по лицу, я дал технику направления зубов. Мой техник смоделировал зубы, и мы поставили временные коронки на пациента. Пациент сделал approval дизайна этого. И вы видите, что на следующей картинке, что байт у нее становится хорошим. Вы видите, что красные и синие точки бумаги соприкасаются вместе. Пациент доволен прикусом, пациент доволен, опять же, дизайном. И это тоже нам даст, опять же, как ставить нам имплант, и мы можем просканировать пациента в этом положении. То есть, по конечному протезированию мы знаем, как поставить имплант, где нам нужно делать графтинг пресиджи. И поэтому, опять же, от начала до конца план лечения должен идти по правильному руслу, для того, чтобы мы знали конечный результат. И пациент видит то же самое, что он увидит в конце. Нравится ли ему протезирование, которое мы будем делать или нет. Нравится ли ему дизайн. Поэтому мы можем сконструировать конечный результат, для того, чтобы пациент видел этот конечный результат, и мы знали, что мы идем к правильному лечению. Я хочу немножко остановиться на biological weights, для того, чтобы у многих есть проблема, немножко понимание, как же правильно читать и что нам нужно для этого понимать. Мы знаем, что биологическая ширина имеет около 2,5 мм. И у него три компонента. Это connected tissue, то есть соединительная ткань, junctional epithelium и sulcus. Значит, как же нам определить, где находится connected tissue, где junctional epithelium? Когда ваша гигиенецка делает perioprobing, она использует специальный perioprobing. И пациент начинает чувствовать боль. Когда начинает чувствовать боль, это и есть connected tissue, потому что она полностью, как говорится, имеет очень много нервных окончаний, и поэтому пациент чувствует. Другое, что когда вы ставите cord, и у вас появилась кровь, вы знаете, что вы порвали connected tissue, и поэтому вы вайлете немножко, куда вы ставите этот cord, поэтому появилась и кровь. Я в последующих картинках покажу, как это будет влиять на клиническое лечение, когда вы будете смотреть пациента. Значит, perioprobing, который мы используем, значит, мы используем a hue 3D perioprobing. Он имеет три отделения, и ему очень легко читать. Почему мы используем это? Потому что тип его плоский, он не скользит, когда мы делаем perioprobing на кости. Другое, что perioprobing зависит от силы, оператора, который он делает perioprobing, другое, что от состояния самой десны, и то же самое от остроты самого этого наконечника. Поэтому, учитывая эти факторы, мы должны знать, когда мы делаем это perioprobing. Значит, здесь на этой картинке вы видите слово always, что мы стараемся сохранять периметры, параметры, которые существуют, чтобы мы следовали этим параметрам, чтобы было меньше риск-факторов, чтобы получить отрицательный косметический эффект. Мы знаем, что у нас есть три позиции кости. Это нормальная, высокая и нижняя. Вы видите это все на этой диаграмме. Это нижняя, где десна находится на правильном уровне, но кость находится ниже. Это высокая, где она выше, по сравнению с нормальной костью. Как же это отражается на клиническое ваше лечение? Мы знаем, что нормальная кость находится, нормальный крест 85%. Это хорошо для нас. High крест имеется всего 2%. То есть, в этом риск, что когда вы будете точить и ставить коронку, у пациента возникнут воспалительные процессы, если край коронки немножко зашел глубже в десну, потому что кость находится немножко выше. Поэтому иногда получается воспалительный процесс. Иногда мы виним пациента в том, что он не чистит зубы, и у него постоянно кровоточит в этом месте. Но пациент вам может сказать, почему у меня кровоточит только в этом месте, где вы поставили коронку, а в других местах у меня не кровоточит. Поэтому вот в этом, скажем, и положении мы должны знать, как там поставить корт наш, где находится кость. Значит, мы знаем, что далеко мы не можем находить край коронки. Мы должны находиться около десны или немножко вовнутрь, но не слишком глубоко. Лоу крест, чем он опасен? Тем, что десна может уйти. Десна может уйти, и там мы можем, как говорится, винить техника для того, что коронки оказались короткими по сравнению с десной. Поэтому прежде, чем начинать лечение и reversal procedure, я должен измерить, где находятся кости, предупредить пациента или саму для себя, как мне относиться к этой десне. Это у нас low-crest and thin biotype, поэтому корт, который я буду использовать, он будет 0-0, для того, чтобы меньше иротировать десну и меньше получить, опять же, recession этой десны. Другое, что я должен учитывать, в данном положении, это то же самое будет относиться к тому, что как я буду делать импланты, если будут имидиэты импланты, как это будет относиться. Я вам покажу на других картинках. Мы должны понять, что, значит, measurement этой кости, мы должны делать не посередине, а щечной поверхности, она находится от line angle до line angle. Кость, то есть десна, держится там, где высокая кость, от line angle до line angle. Я вам покажу это клинически. Также это относится к тому, что какая толщина десны. Чем толще десна, тем она находится выше, она более стабильна. Поэтому при имплантах, когда мы делаем на передних зубах, мы стараемся десну делать потолще, для того, чтобы она была более стабильная. Значит, следующее, то, что мы должны учитывать, это interproximal кость. Так, она должна быть 4 мм. 4 мм от креста кости до края десны. Опять же, здесь то же самое. Normal crest, high crest, low crest. И что это означает для нас, что, опять же, если высокая, если мы зайдем немножко вовнутрь, мы можем violate, violate the width, и у нас получится, что опять воспалительный процесс. Если же у нас low crest, то те самые могут уйти, и у нас получится так, что у нас получатся черные треугольники между зубами. И тогда у нас зубы получится квадратным, чтобы закрыть этот спейс. Поэтому, до того, как я начну точить, я измеряю, и обращаюсь к пациенту, что такое-то возможно, они имеют ли проблему с такой формой зубов, до того, как я начну точить зубы. Значит, другое, что вы должны, опять же, смотреть, опять же, fan-этап, если толстая десна, это очень хорошо. Опять же, она зависит от положения десны, насколько высокая кость на этом самом зубе или на adjacent, то есть, рядом стоящим зубам. Она держит то же самое, и то же десну. Если, скажем, такого типа, что на одном зубе 5 мм, а на другом 3 мм, но десна находится в нормальном состоянии, значит, эти 3 мм на adjacent, на рядом стоящем зубе, они держат эту десну. Должны корни быть в течение 2 мм друг от друга. Поэтому это очень важно, когда вы делаете ортодонтическое лечение, чтобы корни были параллельные, были 2 мм друг от друга. Я покажу вам статистику, как это влияет. Поэтому и имплант ставится от 1,5-2 мм от рядом стоящего зуба, для того, чтобы десна, попила, была на этом же месте. Значит, мы то же самое смотрим на позицию контактного пункта, когда мы обтачиваем зуб. Если мы идем полмиллиметра по десну, и мы говорим своему тяпчику, что я хочу, чтобы ты всегда оставил мне контактный пункт между зубами, чтобы не было опять пространства между коронками, 1 мм от края моих коронок, от края припаровки. Поэтому она будет почти всегда закрыта. В большинстве случаев это black triangle, который может возникать. Значит, как же, если же у нас, опять же, прищечные, как же нам ставить стога, когда у нас зуб темный, так, опять же, мы можем поставить корд, и, опять же, идти на щечную поверхность немножко глубже, чтобы закрыть эту темную поверхность, которая просвечивает через десну. Но, наша будет точка отсчета, где нам остановиться, это будет верхний край корда, чтобы мы знали, что дальше мы не можем идти, иначе у нас будет воспалительный процесс на десне. Значит, в этой картинке показывается положение десны косметическое, как оно должно выглядеть при улыбании. Значит, клыки, высота десны и резцов должно быть на одном и том же уровне. Латеральные резцы должны быть полмиллиметра или один миллиметр ниже. Так, мы знаем, что кость имеет scallop, scaffold, значит, вот, бон, здесь такой шейпинг имеет, но она изменяется почти на зеро, когда идет к поверхности задним зубам. Здесь эта хорошая статья была сделана в 2006 году. Мы знаем, что, и все говорят, что 5 миллиметров должно быть от intercrestal bone до контактного пойнта, чтобы десна закрылся, сокрылся, закрылся пространство. Но я вам скажу другое, что это не 5 миллиметров, а 4 миллиметра, и расстояние между корнями должно быть 2 миллиметра. Поэтому статистика показывает, что 2 миллиметра между корнями и 4 миллиметра, это почти всегда 100 процентов, что десна закроет. Но если это будет 5 миллиметров, как вы видите здесь, то у вас получается 77 или 88 процентов шанс, что она закроет. Поэтому мы хотим более предиктовый результат, поэтому 4 миллиметра от intercrestal bone до контактного пункта, и 2 миллиметра должно быть расстояние между корнями. Поэтому дальше я вам покажу, что статьи существуют, где врачи измеряли положение опять же корней между зубами, как это влияет на контактный пункт. И опять же здесь показывается, что расстояние между корнями и дистанция между контактными пунктами имеет независимый, но совокупный эффект на присутствие или отсутствие интерденопопилы, которые существуют. Это опять же стадия, которая тоже была использована, насколько влияет и где будет находиться контактный пункт, и попила закроет или закроет при положении различных материалов. И опять же вышел такой же вывод, как я говорил раньше. От байта, который я говорил, на толщины десны тоже самое очень много влияет. Как вы видите, различные формы кости, так, и то же самое с различным формой десны. Опять же, когда толстая десна, она более стабильнее, чем тонкая. Как же определить, что такое тонкая и толстая десна? Есть такой клинический тип, что когда вы ставите пробинг между десной и корнем, если вы видите через десну зонт, то это тонкая, если вы не видите, называется она толстая. Здесь было сделано стали на собаках, когда у вас есть большое пространство и люди хотели пломбировочным материалом, коронками закрыть, для того, чтобы иритировать десну, и она закрыла сосочка, это не имеет никакой базы и стадии не доказывают, что это возможно. Поэтому люди, которые говорят, что они массажируют десну, они манипулируют десной, это все зависит от положения десны, от положения костей, от положения корней. Вот это вы должны понять, и когда вы будете слушать лекции других людей, вы можете понять, в чем причина успеха того или неуспеха этого метода лечения. Опять же, здесь было сделано, что взято было 15 клиников дентистов, которые измеряли тонкую и толстую десну, из них только половина сделала это правильно. Опять же, говорится в том, что сами дентисты не знают правильное определение, что такое толстая и тонкая десна. Как это все влияет опять же на имплантологию? Вы видите, что то же самое и можно характеризовать положение кости, когда вы будете удалять зубы и хотеть сделать срочную имплант, имплантологию. Поэтому в зависимости опять, где же находится, кость. Вы можете также определить, какой риск-фактор у вас будет, возможно ли делать срочный имплант или не срочный имплант, опять же, по той же классификации, о которой я говорил раньше. И опять же, не в зависимости от кости, которую вы используете, мембрану, которую вы используете, кость на передних зубах, она unpredictable, и она рассасывается. Нет такого стопроцентного метода, который можно сохранить, потому что кость в этом месте всего 1 мм и тоньше, и когда 1 мм и тоньше, она всегда рассасывается. Поэтому пишется, что нет сопротивных техник, которые доказывают, что этот метод будет лучше, чем другой. В этой диаграмме показывается high risk и low risk, где вы можете поставить срочный имплант или не можете срочный имплант делать. Если вы видите на этой диаграмме, что шейка зубов находится немножко ниже по сравнению с рядом стоящим зубом, и если мы expect что у нас будет recession в дагам здесь, то она может быть выровняться после ресешн и мы можем поставить спокойный имплант. Опять же, это зависит от того, от какой байтайп у вас находится десны, вы видите, что тонкая десна, толстая десна, какую форму зубов у вас есть, квадратные зубы или треугольные зубы. И то же самое будет зависит от того, что high crest, для того, чтобы поставить имплант. Я вам покажу клинически, как это вообще выглядит в клинике в моем офисе. Этот пациент был, молодой человек, был направлен ко мне ортодонтом для того, чтобы я поставил имплант на центральный резец. Мы также видим, что вы посмотрели, где находится десна. Видите, что он находится в нормальном клиническом состоянии, но когда я начну делать хирургию, вы увидите, что происходит внутри. Мы видим то же самое, резец, который мы должны восстанавливать, он ширину не имеет достаточной ширины, такой же, как и рядом стоящий зуб. Поэтому я попросил ортодонта расширить мне эту часть, для того, чтобы я мог поставить правильный имплант и правильное протезирование. Посмотрите на следующую картинку на ринге. Вы видите, что резец латеральный имеет медиальное направление. И у меня единственный путь, где поставить имплант это инсайзен канал. Поэтому опять же, когда вам ортодонт отправляет вам на лечение, он должен понимать, что он должен знать, где поставить корень, чтобы у него было правильное движение, когда он делает ортодонтическое лечение. Но посмотрите на эту картинку. Когда мы вскрыли, мы увидели, посмотрите, где находится щечная стенка кости. Где-то сантиметра ее нет. Если мы будем делать сандирование вот этой поверхности, мы, конечно, увидим где-то 10 мм. Но как видим, что десна находится на правильном положении, потому что это называется line angle, который держит эту десну на правильном положении. Поэтому когда вы делаете операцию даже на повышение коронковой части зубов, это нужно иметь ввиду, как делать, каким бором, каким инструментом использовать и какой формой должна быть кость здесь, для того, чтобы десна встал на правильном положении. Поэтому это еще раз вам показывает, что где находится десна по сравнению с line angles, который существует. Я думаю, что это видео кому-то помогло, кому-то дало более информацию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Если вы хотите получить больше информации, пожалуйста, заходите на мой веб-сайт forcehealsdental.com. Вы можете нажать на кнопку YouTube, увидеть больше видео или послать мне private message. Спасибо за внимание.